Свежеиспечённая пенсионерка Виктория Степановна лежала на диване и смотрела по телевизору дневной сериал, когда в дверь позвонили. Виктория Степановна недовольно вздохнула и посмотрела на часы. Вот ведь на самом интересном месте припёрлись, не дают человеку отдохнуть. А в дверь всё звонили и звонили. — Ну и чего вы так настойчиво звоните? — спросила она недовольным голосом, подойдя к двери. — У вас что там, где-то пожар? Звонки тут же прекратились, и наступила тишина. — Ну, чего молчите? — сердито и громко воскликнула хозяйка, так и не открывая дверь. — Сначала звонят, потом молчат. — Чего надо? Говорите, ну! — Это Вика поинтересовался из-за двери незнакомый вкрадчивый мужской голос. — Допустим! — хмыкнула Виктория Степановна. — Что ли, Вика? А точнее, Виктория Степановна я. И что? — Вика, открой дверь! — с волнением вдруг произнёс за дверью всё тот же голос. — Это Паша! — Какой ещё Паша? — удивилась женщина. — Ну, Паша, помнишь? — мужчина за дверью кашлянул. — Твой мужчина! Я ещё обещал к тебе однажды вернуться, и я вернулся. — Чего? — насторожилась Виктория Степановна. — Ничего я не помню, и никакого Пашу тем более. — А ты открой дверь и сразу вспомнишь. — Ага, открой! Хитрые какие нашлись! — Никакие, а какой! Я пришёл один. Я Паша! Мужчина за дверью просто весь пылал от нетерпения увидеть Викторию Степановну. Ну, помнишь, давным-давно мы гуляли с тобой по пляжу в старой жизни? — В какой ещё старой? — Ну, в прошлой. Паша я. — Ещё раз говорю, не знаю я никакого Пашу, — сказала Виктория Степановна уже раздражённо. — Нашёлся, понимаешь, мужчина из прошлой жизни. Отойди от моих дверей, или я позвоню куда следует. — Господи! — мужчина за дверью, кажется, стал терять уверенность. — Вика, ну почему у тебя нет дверного глазка? — Так ты слесарь, что ли? — воскликнула грозно хозяйка. — Ходишь по квартирам и дверные глазки продаёшь. Мне ничего не нужно. Ясно тебе? — Да не слесарь я. Ну сколько тебе можно говорить, что я Паша? За дверью уже стали терять самообладание. Просто у всех на дверях есть глазки, а у тебя нет. — И зачем мне он? — Как зачем? Сейчас бы посмотрела в глазок и увидела меня. — Больно надо мне на вас, алкашей, смотреть, — сказала хозяйка с ехицей и добавила. — Замучили уже. — Вика, ну что ты говоришь? — обиделся мужчина за дверью. — Я не алкаш. — Если ты не алкаш, чего тебе здесь надо? — А что, к тебе одни алкаши в дверь звонят? — Не ко мне, а к моему мужу, покойному. — Покойному? Голос за дверью почему-то опять обрадовался. — Значит, у тебя муж умер? А какое тебе дело? — Как какое? Я же Паша. Я же обещал вернуться. — Тьфу! Опять он про своего Пашу заговорил. Виктория Степановна уже и сама стала жалеть, что у нее нет глазка. — Полчаса одно и то же. Я Паша, я Паша. Я уже прямо ненавижу это имя. — Ах, ты меня ненавидишь? — мужчина за дверью сделал паузу, потом сказал. — Может, ты откроешь все-таки дверь и посмотришь на меня? — Нет, — категорично ответила Виктория Степановна. — Я подозрительным личностям теперь двери не открываю. — Ну, ладно, тогда я и правда пошел. И запомни, больше я сюда не приду. Все, пошел я. — Погоди, — опомнилась Виктория Степановна. — Ты вообще кто? Может, родственник какой? — Вроде Пашу нас в роду не было. — Нет, не родственник. — А кто? — Дверь открой и увидишь, кто я такой. Почти заорал за дверью мужчина. — Ты почему дверь не открываешь? — Боюсь, — призналась Виктория Степановна. — Я уже ученая. Вы то счетчики проверяете, то книжки с расческами продаете, а я потом без пенсии остаюсь. Но я же ничего не продаю. Я Паша, тот самый. — Все равно не открою, — сжала губы Виктория Степановна. — Будь ты хоть с самим Пашкой Корчагиным. — Так я и есть Паша Корчагин. — Чего-чего? — Тот самый. Хозяйка даже растерялась. — Про которого писатель Островский писал? — Да нет. Тот, который с тобой в Сочи отдыхал, помнишь? Сорок лет тому назад. Гостиница Советская. — Паша? — голос у Виктории Степановны дрогнул, но только чуть-чуть. — А ты как меня нашел-то? — растерянно спросила она. — Я открытку нашел, которую ты мне прислала сорок лет тому назад. Старые бумажки свои перебирал и нашел. Открой, Вика. — А вот не открою, — сердит вдруг сказала молодая пенсионерка. — Почему? — А потому что ты мне на ту открытку так и не ответил, — Паша с Уралмаша. — Я не с Уралмаша, я с Воркуты. — Да хоть с Луны. И Виктория Степановна, так и не взглянув на Пашу, решительно пошла смотреть свой сериал.